Поистине ураганное закрытие рок-фестиваля «Чернозём» состоялось в Тамбове. Вступление одной из последних групп прервала мощная гроза с дождём. Пока люди эвакуировали от сцены, палаточный городок уносило ветром. Не обошлось без мелких травм, но все остались живы. Несмотря на непогоду, и зрители, и музыканты остались довольны фестивалем. Своими эмоциями они поделились с Надеждой Алёшкиной. Конечно, за Тамбовской областью закрепились свои уже золотые ассоциации. Вот Тамбовский волк, живущий в лесу, стоит прямо на въезде в город. В плодородной почве растёт Тамбовская картошка, говорят, самая вкусная. А где-то в поле трудится местный житель – Тамбовский мужик. Все эти бренды Тамбовщина за три дня смогла, если не затмить, то заглушить живая музыка. Рок-фестиваль «Чернозём» не только ещё один символ области, но и знак качества русского рока. У Макса Покровского свой знак качества. Если устал, значит, отработал честно. Честно и ответил на вопрос, интересующий каждого тамбовского журналиста. Правда, что «Вамамбахар Мамбурум» переводится как «Я люблю Тамбов»? Конечно! Вы знаете, я сейчас не шучу. Вы первый за все эти годы, кто нормально и адекватно перевёл эту песню. В эти выходные у музыкантов точно действовал режим всех Тамбов. Их можно было встретить в поле. Город очень уютный. Город в своё время был очень религиозный. И город хлеборобов. Поэтому, я думаю, если они видят, что это настоящее и стоящее, то и приём соответствующий. И в самой обычной гостинице, не заходя в номер, прямо с поезда и сумками, в нашей столовой появляется Олег Горкуша. Через пару часов ему на сцену. Меня считают великим... Ну, извиняюсь, это не я считаю великим конференцией. Но, может быть, они не правы, потому что, в принципе, я не делаю так, как, знаете, как делают некоторые. Здравствуйте, Тамара, поднимите руки вверх, вниз, там, и так далее. Говорю, здрасте. Сервис здесь простой, но приятный. Почему вас так дёшево? Потому что у нас много мяса, и мы всех накормим. Лиги не главное. Мы здесь для души. Главное, действительно, в другом успеть на выступление своего артиста. А ещё не потерять друга. И если на нашествие искали Валеру, то здесь Лёху. Лёху! 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 Это, безусловно, самое ожидаемое выступление этого фестиваля. Буквально за один день были раскуплены все билеты. А сцена специально подобрана под часовой сайт «Плина». Он не даёт никаких интервью. В сентябре у Александра Васильева презентация нового альбома. Поэтому сегодня он разговаривает исключительно с помощью музыки. А вот князь общается много и подробно, а потом из музыканта превращается в шамана. Вы умеете погоду управлять, скажите нам? Конечно, умею. Уходи. Это не сразу произойдёт, но произойдёт. Ждать пришлось меньше получаса. То, что происходит потом, действительно похоже на колдовство. Уходи, уходи, уходи. Ветер самостоятельно разбирает сцену, уносит палатки, а гроза вместо салюта окончательно отменяет выступление группы «Чайф». Очень жалко, что не было «Чайфа» на самом деле, потому что мы его очень сильно ждали. Где наш «Чайфа»? Я что-то не поняла. Где наш «Чайфа»? Впрочем, для тех, кто полюбил чернозём, это не беда. Они точно приедут ещё раз. А пока можно получить слова. Армейский дружок уехал! Уехал! Надежда Алёшкина, Валерия Миланская, Рушан Сулейманов и Дмитрий Борисов. РНТВ. Тамбов.